I have ways of blowing things off. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки! И одной темной-темной ночью мы с вами попали в Гамбург. Это Гамбург Эмердженси. Нам выдали зеленый пассат и предложили покататься по здешним просторам. Тут ребята, которые очень сильно любят ездить с сиренами. Иногда это немножечко раздражает, но надеюсь, что это не будет продолжаться всю серию. Итак, что мы здесь делаем? Во-первых, это наша первая хэллоуинская серия. Да, как вы видите, у нас произошли небольшие изменения, но дальше будет еще кое-что. Во-вторых, почему я здесь? Потому что здесь стреляют? Да, даже не поэтому. Мне эта игра показалась интересной с нескольких сторон. Во-первых, это ролевая игра, насколько я понимаю. Я не особо силен в ролевухах, но здесь... Давайте мы немножечко отнесем машину, включим фары. Вот, здесь можно выбирать всякие профессии. Вообще, закинуло меня вначале на дилерский центр, где можно было выбрать себе машину. Это, кстати, зеленый пассат был абсолютно бесплатным. Давайте мы припаркуемся. Тут не все так просто, надо нажимать на N, чтобы заглушить двигатель. У нас тут есть топливо, у нас тут есть куча всяких параметров. Я буду... У нас есть стамина, то есть я вот бегаю, видите, сверху оранжевая полосочка уходит. То есть нельзя бесконечно бегать, что радует. О, можно вот так вот пересесть. Кстати, это плохое место, если вы, допустим, собрались с компанией. Но, опять же, это ролевой сервак, поэтому я предполагаю, что здесь будет очень много сделано для РПшки как раз, что можно именно сидеть, что-то делать. Прикольно было бы найти здесь какие-нибудь пасхалочки интересные. Как вы помните, в кафе у нас есть разные студия, на которых у тебя разные позы для посадки. Поехали посмотрим, что тут еще есть. Во-вторых, здесь довольно красиво. Во-первых, здесь очень красивая ночь, как вы уже заметили. В принципе... Так, Энн. В принципе, графони здесь... Не выключал. Завезли, и тут приятно находиться. И также... О, мне даже открыли подземный паркинг. Поехали посмотрим! Я отсюда уже не выберусь. Я еду против... повстречный. Так. Ну, чуваки... Кстати, да, поскольку это Гамбург, тут все, собственно, полицейские, пожарные, скорые, они будут по... Типа того, что принято в Германии. Вот. Своли от меня! Ты кто такой вообще? Я правила не нарушал. Вот, полицейский беспредельщик какой-то попался. Вроде как РПшка, а чувак просто ездит и по-гражданским стреляет. Хотя я ему ничего не сделал. Может, он за мной еще и гнаться сейчас будет? Хе-хе-хе-хе. Посмотрим. Вот. Почему это называется Эмердженси? Потому что я так понимаю, что здесь можно работать... Черт, я уже заблудился. Тут можно работать и на скорой, и на эвакуаторе, и на грузовике, и на чем угодно. Интересно, задавить кого-то можно? Нет, нельзя. Видите, урона им никакого не наносится. Хотя они там что-то стреляют. Если я не ошибаюсь... В смысле? Я слишком быстро ехал. Ну, понятно, да. А сверху это состояние моей машины. Тут, по-моему, физический дэмэдж никак не отображается. Да, машина всегда остается целой. Интересно, кстати, что значит этот номер. Ну-ка, сейчас посмотрим физику бордюрки. Ну, кстати, на удивление, неплохо. Физика присутствует, и машинки выглядят не деревянно. Давайте-ка N. Попробуем. У нас есть телефон. В телефоне есть навигация. Waypoint на... Station, track, prison. Тут есть prison. Неплохо так. Car dealership. Вот. Это туда. Поехали. А как минимум... Ну, поехали сюда, наверное, через здесь смогу добраться. Это как раз тот поинт, с которого мы начали. Машину носит просто несусветное. Не знаю, почему такое управление сделали. Ну, то есть, вперед она едет норм. А как только начинаешь поворачивать, как будто ее штормит прям. Также. Тут дается некая первоначальная сумма денежная. Но я не смотрел еще, что можно купить за деньги. Я увидел бесплатную машину. Давайте посмотрим, что можно купить. И также здесь время от времени начисляются какие-то там деньги. Так. За 23 можно купить. Да. Мне уже дали... Получается 800 евро. Но я заплатил штраф. Штраф, видимо, уехал моментально. 38. Там чем дальше, тем дороже. 54. Quad. Укан локвик. Его можно бесплатно... А, погиб вас. Не, бесплатно. Ха-ха. Ламбу можно с 420 тысяч. Порш. Кстати, на Порше было бы интересно покататься. Ну и R8 тоже симпатично выглядит. Avant. Avant? Блин, не знаю. Смотрите. Passat и Avant. Они еще таких цветов. Ха-ха-ха. Sprinter. Кстати, было бы интересно посмотреть, как тут ведет себя минивэн. Ну, он же должен быть потяжелее, более управляемый, что ли. Вот. Ну и, собственно, вот Passat у меня был бесплатный. Максимальная скорость. Force Power 110. Короче, такое, смотрите. Интересно, как здесь можно устраиваться на работу. Но, опять же, это нужно провести здесь какое-то время. А мы сегодня скорее пришли просто посмотреть на то, что здесь и как здесь. Вон еще. Бесплатные чувачки на бесплатных посадках. А, машину назовите у нас. Куда мы можем еще скататься? Можно в банк скататься. Далеко он? Госпиталь. О! Truck Company. Погодите. Это, видимо, там можно устроиться на работу. Давайте съездим туда. Посмотрим. Насколько это возможно? Так, так, так. Надо привыкнуть к управлению немножко. Я же... А, и вон, видите, топливо. Упс, чувак, извини. То есть у машины когда-то это топливо закончится. Ее придется заправлять. Да, мне начисляют какие-то денежки. Кстати, тут прикольно. Статуя такая. Начисляют какие-то денежки. Но я так понимаю, что... Ну, просто за нахождение этих денег будет недостаточно. Вот. Нужно все-таки работать. Нужно все-таки что-то делать. Ха. 131 евро. За превышение скорости. А почему тут, как в мафии, нету кнопочки, чтобы... Скорость не превышать? Ну, вот. Ну, за пресс на красный ответ, наверное, тоже штраф берут. Я не скажу, что это плохо. Я просто... Немножко пока что не понимаю местных законов. Как это все будет работать и срабатывать. Так. Так, траком понятным сюда. Пустите меня. А то я сам заеду. Пустите. Сюда. Понятно. Надо будет повернуть сейчас. Так. А дело, кстати, наверное, не в Хорс Пауэрс. У машинки она просто вяленько управляется. Ну, она бесплатная. Я понимаю, что на бесплатную машину что-то не возьмешь. Она так ходит неспешно. Блин, кстати. Я еще ни разу не чекал, как будут смотреться эти сверкающие глаза. Когда они в полной темноте, они тусклые. Но когда выходишь на свет... Блин, они выглядят прям классно. Это одна из тех обновочек, которые я подкупил на этот Хэллоуин. Поэтому я сейчас хожу и сам буду смотреть. Так. Company, shift, start, shift. У нас... Ну, поехали. На самом деле, куда можно бы... О, 85. Давайте возьмем маршрут подальше. Из госпиталя в Fire Department. Чувак, что с тобой? Что с тобой не так? Интересно. Получилось. Меня выбило. Но дело даже не в том. Я сейчас уже где-то раз второй или третий захожу. А как только ты берешь заказ по доставке, тебе показывают, куда нужно доставить товар. Но при этом у тебя забирают твою вот эту базовую машину. Но здесь никакого больше ни грузовика, ничего не появляется. То есть я сначала как подумал, что мне дадут какой-то маршрут. Я должен буду приехать и из этого места отвезти какой-то груз в другое место. Но дело в другом, что моя машина исчезает полностью. Вот она сейчас стоит на парковке. Если сейчас пойти и взять задание, машина с парковки исчезнет. Если ее оставить перед дверью, она даже перед дверью исчезнет. То есть они тупо тебя оставляют на своих двоих. Вот, так что я думаю, что мы тогда с вами... О, зачем я? Давайте новое местоположение выберем, куда мы поедем в Вейпоинт. Давайте в Трак Компани мы были. Посмотрим, что тут за банк. Ой, зали... О-о-о-о, хочу в Харбор съездить. Прям... Упс. Должно быть очень классное местечко. Поехали. Оно у нас... Почему оно у нас не отобразилось? А, вон отобразилось. Заодно вы посмотрите, как тут выглядит день. По мне... А, а, ну да, залив. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, поскольку машина одноразовая, я не знаю, даже буду ли я сюда возвращаться когда-нибудь. Тут прикольно покататься. Прям настоящий-настоящий РП устраивать я не думаю, что я когда-то буду. Но повидать всякие прикольные места я не против. Если вы помните, у нас было парочку РП, в которые мы заходили. Где просто приятно проводить время. То есть ты едешь, и дорога чувствуется хорошо, машина чувствуется хорошо. Так вот, здесь место чувствуется классно. Но машину здесь водить неприятно. Ну, по крайней мере, ту, которая у меня сейчас есть. Возможно, если обрести какой-то... Чувак, свали. Если обрести какую-то профессию и кататься на более профессиональном транспорте... Спасибо. Он меня об столб размазал и все. Вот. То было бы неплохо. На этой машине кататься неудобно. Я так понимаю, что это нужно фармить, гриндить. Опять же, я не против этого, потому что... Давайте, наверное, другой дистанционер выберем. Я хочу, наверное, выбраться отсюда. Главное туда. Но это у нас поворот. Почему поворот? Ладно. Давайте, наверное, я тогда... Блин, я просто, когда выбирал Харбор, я думал, что это будет не грузовой порт. Я думал, что это будет, знаете, такой залив, какое-то место живописное. Но здесь все подчинено именно рабочей схеме. Люди приезжают сюда работать. Это симулятор, ну, не то чтобы симулятор, это для тех людей, у которых нет работы в реальной жизни. Или, поскольку, может, им не хватает работы в реальной жизни, они приходят в игру поработать. Мне всегда это, кстати, казалось очень... Ну, не то чтобы непонятным, еще со времен, если вы помните... Шшш... То, извините. Ладно. Машина, похоже, до канала сегодня. Едьте, пожалуйста. Спасибо. Еще, если вы помните, была такая штука, как симулятор дальнобойщика и всякое такое. И меня всегда это удивляло. То есть, человек пошел, отработал целый день где-то на работе, потом возвращ... Как мне с этой территории выехать-то? Главное, главное туда было. Вот. И потом возвращается домой, садится за компьютер и начинает фигачить еще одну смену за компьютером. Да, вот выезд, наконец-то. И его нашел. Вот. И мне всегда это немножечко удивляло, так скажем. Зачем ты это делаешь? То есть, ты приходишь в игру пофаниться. Вот. Я на красный проехал, да? На здоровье. Вот. Так вот. Например, то, что я здесь делаю, я вам уже объяснил. Я прихожу сюда исследовать, посмотрю, пощупать. Запирайте. На здоровье. Вот. Я не собираюсь останавливаться. Вейхал дэмэдж. Ага, спасибо. Посетите гараж. Уи-и-и. Я проехал на красный. Спасибо. Трынькаем деньги по полной. Так, это у нас пожарная. Вот. Тут нельзя нанесить дэмэдж. Никакой. Не знаю. С одной стороны, тут все такое мега реалистичное, что нужно делать так-то, так-то, так-то. А с другой стороны, ну, реально, ты вырезаешься в людей, вырезаешься в столбы. Ладно, насчет столбов я согласен. Машина должна ломаться об столбы. А вот тут можно стать пожарным. Ну-ка. Rescue Service и Fire Department. Это все фри? А полторы тысячи экспы? Ну, экспы у меня нет. Ну, то есть экспа зарабатывается так же, как и деньги. Они зарабатываются здесь по-другому. Так, в локер я могу попасть. Интересно. Ну, здесь... Здесь нечего делать. Видимо, если у тебя есть профессия, тогда тебя сюда пустят. Если нет, тогда до свидания. Так же и на... Ой, тут есть зал совещаний. Так же на пожарной машине, наверное, дадут покататься, только если ты... Товарищи, давайте сегодня обсудим лесные пожары. До свидания. Устроено все достаточно неплохо, на хорошем уровне. Мне нравится. Но, опять же, здесь, знаете, есть местечки с душой, а это местечко такое с графоном. То есть, да, тут все красиво, все правильно, но, честно говоря, вот я здесь нахожусь уже до записи. Я тут посидел минут 10, сейчас мы с вами уже записываем сколько. И я не могу сказать, что мне здесь прям уютно, хорошо. Но, вот, с другой стороны, я... Поехали, пожалуйста. А, я его заглушил. С другой стороны, я не жалею, что я сюда зашел, потому что, опять же, мы с вами посмотрели еще один небольшой мирок. Миры Роблокса бесконечны, как вы знаете. Я думаю, меня это взбесило бы. Минуточку, 9 километров в час слишком быстро? А, я превысил скорость на 9 километров. Какая же тогда скорость разрешена? Вот, давайте тогда просто сяду тут спокойненько посижу, чтобы никого не триггерить, никакие камеры. Тут, на самом деле, разоришься. Фишка в том, что в Мафии была такая штука, но там был лимит скорости, и нужно было просто по-человечески ездить. И машины там были, кстати, медленные, если что. А вот здесь... Ну, это не доставляет какого-то удовольствия. В любом случае, зашли, посмотрели, пощупали. Здесь прикольно находиться с той точки зрения, что сюда можно зайти как-то с друзьями, посидеть, потриндеть. Работать здесь? На самом деле, много времени здесь проводить я бы, наверное, не стал бы. Ладно, ребят, пишите тогда, что вы об этом всем думаете. Напоминаю, что это был первый Хэллоуин выпуск. Дальше будет круче. В воскресенье у нас будет спешл, небольшой, поэтому... О, 400 евро пришло. Приглашаю всех в воскресенье посидеть, посмотреть, будет интересно. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Все молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok